так время 9 часов мы собрались опять вело водный поход у нас маршрут такой будет из кемерово мы доезжаем до деревни осиновка потом по грунтовой дороге до моста через реку кайзас дальше пакуемся накачиваем лодки пакуемся велики в лодке плывем от моста кайзаса до деревни дмитриевки это мост по трассе м53 там вылазим и снова садимся на велосипеде возвращаемся в город кемерово вот такой у нас маршрут запланировано две ночевки вот такой вот у нас скарб так мы упаковываем а еще хотим до рыбы поймать кариос да вон спиннинг у нас есть все сейчас поедем вот мы в осиновке до мост через промышленку мы доехали сюда за полтора часа чистое время дачи время пути полтора часа немножко устали трудно далась горка перед журавлево там вообще ужас какой сейчас не видно короче мы проехали сейчас 18 километров 280 метров от моего подъезда значит максимальная скорость передвижения составила 46 с половиной километров в час средняя скорость в движении 11 7 среднее общее 9 4 вот вся статистика время в движении 1 час 30 минут нас два путешественника я себя еще не показал замученный уставший нам осталось 26 километров всего-то всего-то ничего все две горки таких до сравнение с журавлевской это вообще ни о чем вода очень низкая промышленки кайзасе наверно тоже так же ну да хариуса будем ловить вот мы добрались до ермаков 1 час 40 от моста через промышленку так общее сейчас скажу все данные видно достаточно так проехали мы 34 почти 35 километров так средняя скорость у нас в движении 11 3 практически не изменилась среднее общее 9 и 6 то есть это с остановками общее время в движении 3 часа 6 минут мы сейчас находимся на высоте 302 метра вот здесь что тут у нас камень установлен 2 июля 2000 года на месте бывшего поселка дермаковского в память о существовавшем в нем храме казанской иконы божией матерью вот так вот ничего себе там крест с небольшой иконкой на так нам осталось 6 километров до кайзаса а мы находимся на развилке это интересное место потому что здесь есть три варианта пути то есть можно поехать вот по этой дороге в рудниковку там доехать до барзаса есть вариант поехать на бердовку но тогда это получится чисто велосипедный маршрут а нам нужно плыть и мы выбираем вот мы достигли моста через реку кайзаса наша велосипедная часть маршрута закончилась но в смысле на сегодня на сейчас сейчас мы должны накачать лодке и поплыть вот по этой вот речушке как мы по ней поплывем я не представляю но как-то придется плыть вот такая вот речка без перекатик вода низкая но она для этого времени кода как бы кому собой ревенеющаяся на фоне кайзаса себя снять вот ну ладно сейчас мы будем паковаться подкрепимся и поплывем так сколько время 4 после полудня 4 часа после полудня мы в принципе упаковались вот и готовы плыть так это на линду 150 а это блин мини каяк дракаровский ну так вот все принайтано сейчас поплывем на рюкзак начал оденешь просто навали его туда либо на колесо вообще хоть куда это тебе веревка может пригодится это биг бой нет это катана катана бой катана значит большой бой супер большой у нас 10000 в интернет магазинах рф если напрямую из японии то 6 какой стоит для 500 лезвия для нее стоит 3000 для биг боя либо 1200 я сейчас ее открою окручивается фиксатор затем нажимается и раскрывается давай я покажу ее вот так вот да катана бой катана бой японский производитель прям вот все четко качество конечно видно сразу все четко общая длина пилы больше одного метра но вот эти березы можно смело все валит вот и можно пилить деревья такой толщиной ну вот эти березы все пойдут ну да ну кусочек отпилить вот этот вот полежка нам на вечер ну-ка раз-два-три слушай считанные штук наверное раз 20 тыс блин это что же за чудо пилата вот такая ну вот она перетелилась такая половина ну в этом я нисколько не встаю на себя тянешь и все да на себя не запускать изгиб но ну да она может треснуть потому что вот в этом месте бикбой я сломал просто даже не напрягаться нужно просто тянуть на себя не нужно толкать естественно можно вот такую bellus хейс валить без проблем не знаю за сколько там за минуту блять Ну, это альтернатива бензопилы Да, но она гораздо компактнее, чем бензопила Меньше весит, бензин не нужен Ну что, давай Да, это гневушка, ее не надо Мы проплыли около часа Устали уже, решили встать на стоянку Время Около семи часов Мы сюда приплыли Где-то в пять Уже два часа почти Пытаемся развести костер Вот тут меха работает Вот, пытаемся вскипятить чай Сейчас, в общем, что-нибудь похавать сделаем Вот так мы отдыхаем Стоянка, упали все Никто не кусает, удивительно Комары, мошка, ничего нету Такая благодать Такая стоянка традиционная Которая называется 26-й километр Она буквально часа на веслах от моста Час будет Течения здесь нет на этой реке Поэтому веслами только лопатишь Лопатишь Так приятно лежать На улице тепло, погода отличная Светит солнце Сквозь березки пробиваются лучи Как здорово Ну, ничего не надо больше Дров напилили Предостаточно, нам хватит Кота на бой Кота на бой Кота на бой сработала Она просто Не надо ничего делать Рукой двигаешь туда-сюда Она сама пилит Бензопила так не пилит Не каждая бензопила справится Так быстро с такой стопкой дров В общем, все замечательно Пока что все получается Ну, дорога, конечно Мы проехали около 48 километров На велосипедах Дорога достаточно сложная Подъемов много Устали в общем Теперь отдыхаем Завтра целый день будем плыть По Кайзасу Потом по Барзасу Будем плыть, отдыхать Рыбачить будем пытаться Сегодня поплыли Там перекат засижен рыбаками Мы не стали там толкаться Поплыли дальше В общем, завтра будем пробовать Хариус Вальд Хариус вроде Прыгает за мухой Есть Небольшой там Здесь его никогда большого нет Вот так Так Такая вот благодать Костерок затрещал Стоило кислороду туда добавить И все Процесс пошел Ну, правильно Эти сейчас подсохнут Березки Благодать Ну, вот Надо смыть себя Усталость дня А это делает вода Лучше всего Такой вот Хорошо Отлично Дошибись Хорошо Я с мугловой librarians Снимаю я дрожь взяла вот он чудище лесное а я чувствую энергия входит в меня энергия леса энергия природы сейчас я буду включать сначала июнь вот мы себе сделали ночлег здесь у нас костер горит там запас дров валяется вот такой у нас шалаш первая ночь вело похода вело водного похода фонарик конечно светит просто обалдеть очень яркий сколько он по этому по паспорту 1600 люменов сейчас освещает сейчас если убрать все ничего не видно все тьма наступила вообще шикарно у него там такой радиатор ну вот сейчас мы еще костра посидим чаю попьем и на боковую день был тяжелый вот так мы улеглись вот он лежит смотрит на костер очень хорошо смотрим и туда там костер горит ноги в тепле ногами шевелит вот я шевелил очень хорошо ооо как тепло фонарики лежат приятно сэлфи это называется сэлфи модное слово все говорят сэлфи 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 а я вот думаю как оно переводится скажи на английском сэлфи 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 это же мое что-то личное да сэлфи сэлфи я делаю а мы а мы а мы тоже сэлфи сэлфи умеем делать однако ночь показывает мой телепо типа ночь наступил ну да там что-то ныне осталось но но то есть в простирай сгущаю ну да это строит вообще генера кто-то там маяч время без 15 2 ночи да нам спать осталось совсем ничего мы себе поставили экран и плен правда не видно пишет тусклый свет и и пермитят ноги горят у костра нифига себе тут навалили мы делаем экран из веток березы чтоб ветер застревал вот мы продолжаем свою ночь что-то нам не спится бы прямо как-то так вот прям сегодня вообще удивительная ночь просто там луна такая ночь а тишина тишину такая что вот отличие августа от июня в июне просто не заснешь от птичек всяких разных хорошо здорово вообще суперское мы утром с фото и мыл как в лесу прям березовыми веничками будем дышать здорово эх не видно а вот немножко немножко фонариком подсвечиваешь видно классно как в лесу здорово эх производ Blind а завтра нам плыть и плыть и плыть и плыть и плыть плыть и тмд долго, 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 долго мы только в начале пути мы проплыли километров 5-6 пока и засу завтра предстоит нам такой нелёгкий путь мы хотим доплыть ну примерно там почти почти до дмитрики нить остановиться как-то так ладно пора спать за сам партизан партизаном сделал вас адам нет далеко наверное лучше вылезть у а а а а а а а а Так вот Так вот Так вот Сукишем партизаном Вот что значит мали Скажи Сейчас мы будем есть Я не знаю как это делать Я его не ел никогда Ну сейчас съедим Я со шкури что-то так? Ну да Чешуи же нету все Красавчик Красивый Эх жаль 100 грамм нету Есть Ладно не надо Не так съедим Сейчас Ну давай Сейчас Как вы вместе На Тебе Ешь Ну Субтитры Ну Ну Спасибо тебе Ладно Пожелай мне удачи Удачи тебе Все Все Я пошел на роковой Перекат Давай Мы приближаемся Все ближе За кого На берегах И ближе Этот Тот Тот валу на котором я споткнулся Субтитры сделал DimaTorzok 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 вело водного похода сейчас мы приехали в Кемерово фу преодолели сейчас посмотрим статистику в общем из Митровки мы доехали до Кемерово я сейчас сижу у своего родного подъезда на улице Ворошилова значит так и того проехали мы 44 километра значит максимальная скорость пути составила 39,9 время в движении заняло 3 часа 29 минут это от Дмитровки до подъезда значит средняя скорость перемещения 12,7 км сейчас это в движении средняя общая 10,7 время остановок на перекус попить воды составила 38 минут вот ну все благополучно завершилось третья часть пути была самая такая скучная ну ничего значит в общем начало положено это был первый мой такой серьезный поход комбинированный то есть проплыли мы по реке ехали ну то есть с полной выкруткой то есть снаряжение лодка такой вот рюкзак увесистый объемный немножко устал но ничего в общем продолжение следует то есть это первый такой поход будут будут более длительные ну вот ладно до встречи еще раз себя любимого вот он я я это сделал это я и это и с и и и